Всем привет, это Едим ТВ. Привет, здравствуйте. Сегодня мы готовим шоколадный пудинг. Пудинг. Этот шоколадный пудинг мало того, что очень вкусен, он еще подойдет даже тем, кто постится. Мы используем миндальное молоко. А в принципе, все остальное у нас и так растительного происхождения. Даже бананы у нас будут постные. А бананы? Да, тем более. Для начала просеиваем какао. И это не Несквик какой-нибудь, а нормальный какао. Ты можешь смело все высыпать туда. И сеять. И сеять. Смысл просеивания не в том, что мы боимся, что там будет битое стекло. Просеиваем какао исключительно, чтобы насытить его воздухом. Не то, что насытить, а чтобы оно более воздушное получилось потом. Рубим шоколад. Да, шоколад надо порубить, конечно. Потому что его так будет проще растапливать. Хотя, в принципе, конечно, по барабану. Чем мельче, тем быстрее у нас все приготовится. Да. Сюда же просеянное какао мы добавляем к крахмалу. Какой лучше? Кукурузный? Кукурузный. И сахар. Просто может кто-то картофель добавит. Будет не очень хорошо? Я не пробовал. Кукурузный, по идее, чаще используется для выпечки всяких, для сладких вещей. Все, смотри, у меня прям мелко-мелко-мелко. Все равно растапливаться будет. Дополнительно бессмысленное действие сейчас было. Не, ну просто зато смотри, как мелко. Ну, теперь перекладывай все это в эту же миску. Шоколад мы смешали. Бери нож. Нож нам больше не нужен. Единственное, что осталось нам сделать, это ваниль. Мы можем использовать ванилин, какой-нибудь ванильный сахар, но там все не натурально, а здесь все натурально. Поэтому... Очень вкусно пахнет. Ванилью пахнет. Вот так вот делаем, чтобы его разделить. Так. И все семена вытащить оттуда. Мы делаем вот так. У нас вот получаются семена. Их мы добавляем сюда же. И со второй половинки не забываем. А между тем мы начинаем греть молоко. Давай поменяемся. Добавляем молоко в ковшик. У нас где-то пол-литра здесь кокосового молока. Можно, конечно, использовать обычное, коровье. Но это не так интересно. Помню, когда я был маленький. Этому десерту меня научил интернет. Перецмешивание. Интернет. Интернет меня подозвал к себе. Говорит. Я знаю один секрет. Мне кажется, это в подростковом возрасте уже было. Потому что когда в детстве, наверное, он особо не разговаривал. Нет, он как раз мог тексты писать. Он не мог картинки показывать. Ну, в общем, молоко теплое уже достаточно. Мы потихонечку начинаем засыпать. И самое главное, мы постоянно мешаем. Мешаем, мешаем, мешаем. В течение двух часов мы должны в течение двух часов. Да, да, да. Смотри, оно уже густое. Потому что это не какое-то коровье молоко. Это настоящее миндальное молоко. Да, из настоящего миндаля. Где ты найдешь сейчас более натуральную корову, чем миндаль? Соли еще, щепотку. Да, отлично. Надо красный перец добавить. Кстати, можно. Черный, к сожалению, не пойдет сюда. Вот. И теперь смешиваем до тех пор, пока у нас не... Загустеет. Я тебя могу сменить. А ты расскажешь, как ты на этом познакомился. Мы туда больше ничего не добавляем. Нам надо, чтобы у нас все было однородно, без всяких комков. В принципе, можно было обойтись без крахмала, добавив больше шоколада, еще масла туда. Сливочного. Сливочного, конечно. Ну, тогда было бы, да, не постно. Это было бы не постно, да и вообще неинтересно. Не должна быть высокая температура. Ну, и низкая не должна быть, потому что иначе ничего не получится. Вот. Важно, чтобы все это стало однородным. Чтобы оно стало однородным, нужно эффективно мешать, месить. Не знаю. Вкус чудесный. Мы берем креманку и накладываем потихонечку. Ты не накладывай с горкой, мне кажется. Нет, не будет с горкой, видишь, она не вся ложится. Все-все-все, достаточно. А потом, когда наложил, можно ее вот так немножко утрамбовать, чтобы она села. После того, как мы разложили пудинги будущие по чашкам или красивым креманкам, отставим немножко в сторонку, пусть оно постоит до комнатной температуры, остынет. А после этого поставим в холодильник. И там часа два надо будет подождать, чтобы они прям полностью стали холодные. И после этого можно будет украсить и есть. И вот прошло часа два, и мы встретились вновь. У нас пудинг охладился, все хорошо. Осталось теперь его украсить. Украсить. Для этого мы используем маленькие бананы. Либо, возможно, мы просто очень большие. Да, это обычные бананы, но у нас гигантские руки. Что нужно сделать с бананом? Для начала его надо почистить. Много, мне кажется, у нас бананов. Режем тоненькие штучки, больше не меньше. Так съедим. Нарезаем кругляшками. Ну, я думаю, что вообще одного банана нам на все про все хватит. Да, вот я второй уже открыл. Ничего, съешь. Вот можно упаковать. У нас получился вот такой некрасивый пока пудинг. Кладем три банана. Три куска банана достаточно. С сахарной пудрой можно посыпать, чтобы было красивее. Колумбийская сахарная пудра. Да, из Колумбии сахарная пудра. Немножко мяты для украшения. И шоколадный пудинг готов. Ну, что, пробуем? Пробуем. Если едим. Очень вкусно. Мне какой-то обещал, что. Не знаю, кто. Кто обещал, тот пусть и принесет. Честно говоря, это самый лучший пудинг в моей жизни, который я ел, потому что я не плачу. Обычно просто очень сладко все, а это прям отлично количество. Потому что это постный. Да. В общем, это был очень вкусный десерт. И чтобы приготовить такой же, вы обязаны подписаться на нашу группу ВКонтакте, Фейсбуке, на наш канал, на Ютьюбе, на наш Инстаграм. Всего хорошего. До свидания. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Память у меня отшибла.